АМ Лига возвращается! Тысячи команд сразятся в 13 сезоне по новой системе проведения. Каждая команда после вылета из основной части турнира будет иметь возможность второго шанса попадания в плей-офф. Еще больше соперников и интересных поединков. Регистрация доступна для всех желающих до 8 ноября. Подробности на Dota 2 StarLadder TV Продолжение следует... Хе-Хе Юнайтед у нас играет сегодня за Рэддинд и за Дайр у нас играет Фоэн Фоэн. Это вторая карта сегодняшнего вечера. Напоминаю, что у нас Past of Two серия. И первую игру у нас выиграли ребята из команды Хе-Хе Юнайтед. Ну и посмотрим, получится ли сейчас у Фоэн Фоэн одержать победу. Ну, так сказать, матч-реванш у них на сегодня и показать свой скилл, как вчера они показывали в матчах против другой команды, когда выиграли просто с счетом 2-0, без особо каких-либо проблем. Так, ну что же, перейду я к банным пикам, как обычно. От Хе-Хе Юнайтед у нас и Дарксир, Братрум и Эмбер Спирит. И посмотрим, кого они сейчас возьмут на четвертый пик. Пока что у нас идет дополнительное время. Ну и в бане от них Тум, Найт Сталкер, Вич Доктор и Джиггернаут. Не понравилось им, видимо, играть против Джиггернаута, потому что в первой игре мы его видели здесь. Ну, единственное, что можно сказать, не совсем получилось у Джиггернаута расформиться. Ну, в принципе, Абадон, который стоял на лане и вроде как вначале фидил, сделал все, чтобы этому Джиггернауту спокойно не фармилось. В то время как Тинни у команды Хе-Хе Юнайтед, который стоял на топе, особо его вообще никто не трогал, не гангал, кроме как бы первой смерти, когда он умер и отдал ФБ, оставили его вообще в покое и нафармил. Это Тинни себе очень быстренько там транквил и даггер, и пошел вместе с своими тиммейтами участвовать в драках по карте. И сделал очень-очень много киллов, и нафармил себе довольно-таки быстрые итемы, ну и, конечно же, отличная игра там от Инвокера, который с анстрайками просто попадал, ну, практически в 7. Нельзя сказать, что в 7, но очень-очень много санстрайков пришло в цель, ну и в целом отыграл очень-очень достойно. Ну что же, на четвертый пик у нас здесь заходит пак, ну и чем же отвечает им здесь Фуэн-Фуэн? Взяли они себе Квин оф Пэн, Дизераптора, Огра и Феникса. Ну и в бане, кстати, там Бисп, Абадон, Инвокер, Врискинг и Виверн. Вот, кстати, не понравилось, видимо, ребятам из Фуэн-Фуэн играть против Абадона и Инвокера, и решили они их забанить. Ну и, кстати, последний бан сейчас от Хе-Хе, посмотрим, что они забанят в этот раз. Ну и, кстати, в принципе, в этот раз довольно-таки мобильный здесь получается у нас пик. Да и у обоих команд можно сказать, ребята-таки все-таки с ЕО-региона, мне кажется, больше настроены на какие-то ранние драки и быструю развязку в играх. Особо, вот видите, нагло у нас в бан заходит, особо не настроены на какой-то лейт и фарм. Ну что же, от Хе-Хе, если это сейчас будет Дабла, Дарксир плюс Братрум, я могу сказать, что тот кэрик от Фуэн-Фуэн, кто будет стоять и будет стоять на лайне, то будет ему очень-очень неприятно, потому что, ну, видела я уже такое, я, конечно, не знаю, может быть, Дарксир останется соло и Братрум будет просто роумить. Ну, также, возможно, такой вариант, что Дарксир будет просто на Братрума накидывать тяуншелл, и Братрум будет там чуть не под вышку врываться, ну и вместе там, если что-то друг друга, они готовы подсейвить. То есть, там, Дарксир сурш накинул, Братрум ушел. Ну и опять-таки, вакуум, и все это очень-очень неприятно. Ну и забирает себе гирокоптер, здесь Фуэн-Фуэн, в принципе, против Дарксира будет ему здесь, конечно, поначалу довольно-таки не сладко оформиться, но, тем не менее, хотя бы это рейндж-герой, и от Эншелла будет меньше страдать. Ну и что же, задумались у нас сейчас Хи-Хи Юнайтед, что они хотят взять на ласт пик, пошло у них дополнительное время, ну и посмотрим. Опять-таки, у нас ребята из Фуэн-Фуэн рассчитывают на хороший здесь прокаст и очень много сильных ультимейтов. Все-таки и ульт Квапы здесь, и ульт от Феникса, и гирокоптер. О, Скайврат тебе забирают сейчас ребята из команды Хи-Хи, ну и посмотрим, получится ли у них здесь с ним хорошо отыграть. Все-таки герой очень худенький на ранней стадии игры, да, и, в принципе, не только на ранней стадии. Ну что же, что я еще хотела сказать. У команды Фуэн-Фуэн все-таки очень хороший прокаст, здесь даже тот же самый кулдаун от гирокоптера дамажит неплохо и на начальной стадии игры, и в лейте. Ну и в лейте, конечно же, стоит ему уже больше рассчитывать на свой закуп, на свои итемы. Также, Кинетик Филостатик Шторм здесь от Дизраптора тоже может доставить много неприятностей. Ну и лишний контроль, конечно же, здесь от Огра, лишний станчик, хороший баф на тиммейтов. Ну и, конечно же, дебаф, Игнайт от Огра тоже не стоит здесь забывать и недооценивать. Ну и смотрим. Пока что, как я уже и говорила, Дарк Сиры с Братрумом, возможно, будут стоять здесь вместе. Пак у нас отправится на мид. Ну, а Эмбер Спирит будет стоять вместе со Скайвратом. Ну, опять-таки, не знаю. Не знаю, чего придумывают здесь эти европейцы. Еще хотелось бы, конечно, отметить тот момент, что команда FNFN – это у нас команда из Турции, а команда HeHeUnited – это европейская команда, можно сказать, более-таки, там, северные страны – Финляндия, Нидерланды. Вот что мне, в принципе, в глаза бросилось, могу сейчас даже глянуть еще раз, вспомнить, кто там еще есть. То есть, из Германии там есть товарищи. Так. Так. Так, из Швеции есть. И Бутан. Вот, честно говоря, мои познания, наверное, видимо, в географии немножечко страдают, но... Вот так. Так. Ну, что же, опять у нас уже по традиции ставится в начале пауза. Я решаю здесь, ребята, свои проблемы. Ну, и пишут «Гоу». Готово. И сразу, сразу у нас портается здесь Дарксир с Вардом. Пойдет он ставить Вард. Посмотрим, смогут ли в этот раз найти ребята из Фуэн Фуэн. Здесь Вард, потому что, когда играли ребята из Хехея за Дайр, поставили они Вард. По-моему, стоял он где-то вот тут вот, что ли, или вот тут вот. В итоге, короче, потратили все свои центры и не нашли этот Вард. И был заблочен еще спаун. Было неприятно. Так, ну что же. А, Эмбер у нас справляется на мид вот так вот, да? Запунили ему здесь Тангусов. Так, не подходит здесь Скаврад. Братрум. Ну, и остается у нас Пак. Так, стоп. Пак тоже запунил Тангусами. В общем, пока что я ничего не понимаю с этими европейцами. Ну, а ребята у нас из Фуэн Фуэн выдвинулись вот так вот вместе, рассчитывали они кого-то найти. А Пак у нас прятался на Рошане. Ну, и что же. Безуспешный такой выход. Никого здесь нету. Нету. И интересно, найдут ли Пака. А Пак сам не боится. Еще и руну украл. Возвращает его здесь на Глимсе. Так, он что? Квапа. Бьет. Игнает. Еще пошел здесь от Огра. Ну, и Пак таки умирает. Все-таки слишком много здесь было ребят. И, наверное, не стоило ему показываться. Ну, если мне память не изменяет, тот же самый товарищ играл у нас на Тине вроде как. И это уже отдал ФБ. А может быть, я и ошибаюсь. Ну, что же. Стоит у нас сейчас в итоге так вот свапнулись лайнами. В принципе, довольно-таки логично. Получается, что у нас стоит здесь Соло Феникс против Дарк Сира. На миде пока что у нас какая-то вообще заварушка намечается. Ну, а может быть, просто готовы друг друга здесь, если что, подсейвить. Скайверт Мак вместе с Эмбером Огар вместе с Клопой. Так, ну что же. Разгон от Баратрума сейчас на Клопу. Клопа ничего не может сделать. Блинка у нее нету. Там на верочку еще был сайлент провешен. И отправляется у нас Клопа здесь в таверну. Так, сразу делает телепорт обратно. А пока что еще Баратрум. Никуда особо не торопится. Ну, кстати, ман у него есть. Если что, он еще сможет зачаржиться. Ну, или дождаться, пока у него просто ман на Эльгене. Так, гонит Эмбер. Очень плохо горит он во всех смыслах. Здесь и от Огра, и от Клопы. Ну что же. Вот так вот. Сначала Клопа. Теперь у нас Эмбер. В это время Герокоптер нас фармит. Пока что Крипстат на третьем месте. Вместе стоит он с Дизраптором. И Дизраптор, конечно же, старается. Старается как может здесь харасить. Кого вот видеть на лайн. Пришел здесь Скайротмак. Ну, и потянулся, кстати, сразу сюда Огр. Вообще, пока что очень агрессивно себя так этот Огр ведет. Кстати, с иллюзиями. Так вот гонит. И, на самом деле, может, конечно, стоять. Потому что все-таки здесь есть еще и Баратром. Здесь есть еще и Пак. Так, ну что же. Так вот у нас активно на боте боевые действия здесь продолжаются. Огр с сапогом. Ну и пошел гонять пока. Разошлись сейчас немножко ребята. Это, в общем-то, начали опять у нас вернуться на мин. Здесь Клоп оптает в харасить Эмбера. Ну и на двоечку у него здесь таггер вкачан. Кстати, потал прилетел. Подошел к Клопе сейчас Дизраптор. Ну, а ребята из Хехе у нас здесь собрались. Что экспульс здесь тоже у Эмбера получает. Немножко танкует еще здесь Баратрум. Ну и что ж, Баратрум второго левела. Эмбер четвертого. Скайбрадмаг сейчас, кстати, активировал смоки. И, возможно, пойдут они Феникс цеплять. Ну, Феникс не так-то просто. Здесь, конечно же, подцепить. Ну, не стоит забывать про Сайленс. Не стоит забывать про Баратрума. Ну и пока что решил отойти у нас Дарксир. В это время Огр у нас забирает себе голову пак. Так, все-таки паку одному тяжко здесь стоится. Такие-то трепла. И оставили одного здесь пака. Огр у нас третьего левела. А гирокоптер четвертого. Ну что ж, пак вернулся пока что. Особо, видимо, не торопится. Он никуда уходить отсюда. Стоит под вышечкой. Так, ракетка у гирокоптера. Полетела сейчас пака. Неужто пойдут прямо... Так, вот, заяведил он ракетку. Но ребята из Фуэнфуэн очень агрессивно себя ведут. Гирокоптер нашел-таки пака. И Сайленс не помогает здесь паку. И отправляется он в таверну. Так, ну что же. Фуэнфуэн у нас добрались потихонечку до вышки. Пытаются ее слегка пропушить. Ну, формят попутно еще крепочков. Что у нас на медиклапа? Пятый левел. Эмбер тоже пятого. Ну, кстати, здесь вот так вот спрятался у нас Скорротмаг. Пока что он, кстати, второго левела и особо... особо не воин. Армора у него здесь нету совершенно. И что, получить он может здесь по голове очень-очень больно. Стоит еще здесь вот такой вот вард. И сейчас как раз он мимо него будет проходить. Ну что же, загнали тут Феникса так к деревьям. Стоит, он держится у тавра. Естественно, старается нефить. Ну, тем не менее, получил он, что левел есть у него здесь. Транквилы. Ну и можно сказать, что все довольно-таки неплохо. В то время как пак четвертого и приходится стоять ему здесь под вышкой. Так, иллюзии у нас на боте. Посмотрим, кто их будет здесь забирать. Пока что... Пока что Квапа забирает. Дизерап так не подошел, если что. Чтобы никто не отобрал у нее эти иллюзии. Ну и... Отпоила она его с ботла. Так, ну в это время падает вышка у нас, кстати. Будет ли динаить? Нет. Не получилось у супака динаить. Спрятался он в лес, но шестого левела гирокоптер пошел туда кулдаун, нашел еще дизераптор этого пака. И пак пытается как может здесь спастись. Конечно, лесная такая битва. И, в общем-то, наверное, наличие кучи деревьев здесь пака спасли. Так вот, маленькими перебежечками. Так, телепорт купил. Все, на базу улетел. Все хорошо. Подходит здесь дизераптор. Хотел найти этого пака, но... Вряд ли он его в жизни найдет, потому что пака там нету. Ну и что же. Угар третьего левела пришел на мид. Пока что сейчас может немножко здесь поэкспиться. Пока что, пока у нас Квапа в таверне. Так что у Феникса. Это Феникс. Феникс. Мало у него здесь хп, но транквилы сейчас его отхилят. Ну и новый есть у него еще, кстати. Так, Тарксир седьмой. Соул ринг потихонечку. Здесь Мекку начал собирать. И есть у него Боттл. Пока что даже без сапога. Никаких там аркан. На миде в это время врыв у нас на Квапу. Чаржился сюда Баратрум. Баратрума в спину здесь накидывают. Горит он тут от Огра. Ой-ой-ой, успел новую еще захистовать здесь Феникс. Ну и Квапа не пожалела ультимейт. Подошел сюда еще Эмбер. И Эмбер отправился у нас в таверну вместе с Баратрумом. Так, что, 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 что у Квапы? Скоро будет у него здесь ПТ. Феникс восьмого левела. Дизраптор пока что пятый. Огр с арканами четвертого левела. Чаржился на него здесь сейчас Баратрум. Ну, я думаю, конечно же, он туда не побежит так далеко. Но Эмбер пока что у нас стоит на базе. Но он сейчас на мид портается. Ну, встал у нас вот так вот. Баратрум готов. Готов, если что, к нападению. Ну, пришел сюда Эмбер. Ну, пока что у Эмбера. Кстати, кстати. Нет, ну, обходит он по надворцу у Квапы. Ну, а есть у него здесь сапог. Есть у него аквила. И за спиной два товарища здесь в виде Скората и Баратрум. Баратрум у нас пока что стоит. Жидает. Эмбер, кстати, ничего не боится. Ну, на реминанте уходит. В то время на топе у нас пошла драка. Пытаются добить у нас Дарксира. Ну, Дарксир отправился в таверну. Ой-ой-ой, иллюзии его очень больно. Дамажит сейчас по Дезераптору. Ну, Дезераптор пятого левела уходит. Феникс. Феникс нового в откате еще. Ну, и загулял, наверное, Дарксир. Немножечко слишком далеко пошел все-таки под вражеский тавер. В это время пак у нас сапнул седьмой левел и пушит потихонечку вышечку, а сюда перетянулся гирокоптер, который себе барабаны будет собирать. Дарксир в это время мека прилетела, точнее, на базе он ее забрал. Клопа продолжает дальше на миде стоять. Харасила здесь Эмбера. Эмбер пошел за рун. Кстати, Эмбер сейчас будет на хосте. Ну, и чаржится сейчас Паратрум. Чаржится в гирокоптера. Эмбер. Эмбер не пошел дальше. Ну, пока что не хотят рисковать, ребята, из Хихия. В это время гоняют здесь пока. Папа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой обидный ультимейт зажало. Папа здесь сразу ультимейт. Может, боялась, что не попадет или еще что-то. Ну, не знаю, не видела. Но в итоге поздно. Его кастануло, выжил из пак. И в это время нападение пошло на гирокоптер. Откидывается он здесь с кулдауном. Дарксир прямо с кулдаун здесь бежит. Немножко за ИВ-дил. Поставил стенку. Ой, гирокоптер повернул. Немножечко не туда. Вакуум. Дарксир не достал. Ну, и гирокоптер делал это по аут. Кстати, с парабанами. С фейзами это по аут сделал. Просто нет ультимейта. Сейчас особо... Нет, заряды стикков есть. И пытаются найти здесь две жертвы. Неужто не найдет. Как-то потеряется, мне кажется, немножечко у нас склопа. Ой-ой-ой. Встряла. Встряла. Нет, блинкаут. Приходит сюда Эмбер. В это время у нас здесь стоит... Скинетик Филст и Текстон. Возвращает на Глимсея у нас дезераптор. Ультимейт от Пака пошел. И... Разгон сейчас еще на Огры идет. Квапу нашли. Повесил Пак Сайденс. И... Ой-ой-ой. Квапа. Отблинкалась. Неужто выживет? Нашел ее таки Эмбер. Приходит сюда опять гирокоптер. Пошел хороший пулдаун. Очень больно сейчас проситает Баратрум. Пак тоже в это время там умирает. Так, ну Феникс у нас тоже в таверне. Что у нас с Эмбером? Эмбером пытается уйти на ремнантах. Здесь хоть как-то бежит. Огры за ним. Топил здесь со всех ног. Очень хочется ему достать до этого Эмбера. Ну, кстати, подходит. Ой-ой-ой, Феникс подтянулся еще. Нет, догорает. Догорает сейчас у нас Эмбер. И отправляется в таверну. Дизраптор в смоках. Разгон, кстати, сейчас у нас был. На Огра. Ну, здесь еще, кстати, Квапа. Сейчас у нее будет уже ультимейт. В это время гирокоптер у нас с Аквилой, с Барабанами. И будет у него скоро здесь Доминатор. Так, пошла ракетка у нас в Дарксира. Ну, Дарксир ее особо здесь не ощутил. А ребята из Фуэн. Фуэн собрались. И теперь у нас решили поиграть тоже. Все вместе играют практически вчетвером. Единственное, что у нас тут продолжительность драка Дарксира против гирокоптера. Ну, и кто же здесь сейчас победит? Пытается обойти. Ой-ой-ой, Мека. И сейчас очень Айншел больно выжигает здесь гирокоптера. И вот так вот получилось, что гирокоптер отправился в таверну. Стрик сорвал с него Дарксир и неприятно. В это время драка у нас на боте. Чаржится здесь Баратрум. Так, а что глимса нету. Но умирает он. Умирает он здесь завтра. Ну, и смех здесь у Лобер, конечно. Ой-ой-ой. Так, в это время Пак у нас пушит. Пушит вышечку. Там был глиф прожат. Ну, и может сейчас встрять. Ну, конечно, поймать его не так-то просто. Потратил он сейчас здесь Сайленс. Заходит на него Клопа. Будет возвращать, я думаю, на глимсе сейчас Пак ставит ультимейт. Пытается заевейдить как может. Ну, Станчик он уже не заевейдил и отправился в таверну. Ну, и Клопа у нас забирает голову Пака. В принципе, нормально. Разменялись. Пака таки на гирокоптера. Гирокоптер у нас сейчас творится на первом месте. Продолжает он спокойненько фармить все на топе. Надеюсь, что больше Дарксир не будет отдаваться. Дарксир дальше продолжает пушировать. Вот, кстати, Аркана себе приобрел. Ну, и посмотрим, что дальше будет делать. Так. Сейчас могут опять забрать здесь гирокоптера, потому что подтягиваются ребята из Хе-Хе. Подходит сейчас сюда Эмбер. Ну, гирокоптер понял, что нужно ему ходить, но уже поздновато пошел кулдаун. Пытается убежать. Ультимейт от Баратрумбы. Хороший вакуум сейчас от Арксира. Поставили сюда яйцо. Стеночка еще стоит. Ой-ой-ой, успели яйцо здесь разбить. Прилетает Клопа. Хороший здесь сейчас... Стэтик Шторм стоит. Генетик Филд от Дизраптора. Дизраптор возвращает у нас сейчас Эмбера. Точнее, вот сейчас Стэтик Шторм поставили. Ультимейт пошел у нас из Скайврата. Огр откидывается как может. Пытается продамажить. Связал здесь сейчас Эмбер. Эмбер тоже подаём шелм. Выжигает очень больно. Сайленс у нас на Квапе. Ну и Квапа неужто уйдёт. Ой-ой-ой-ой. Нет, не уходит. Даблкид сейчас зарабатывает себе Эмбер Спирит. Неприятно. Очень-очень плохо сейчас. Ребятам из команды Фуэн Фуэн. Довольно хиленькие у них персонажи. И Эмбер Шелм дамажит больновато. Так, ну и посмотрим. Тем не менее, хихи у нас дальше вышку пушить не пошли. Решили отойти. В это время у нас нашел здесь Герокоптер Пак. Но Пак просто на ТП-Ауте улетает. А Герокоптер дальше продолжает немножечко здесь... Я думала фармить. Но пошел он руну забирать, кстати. Встретит сейчас он с Буратрум. Нет, все-таки я решил на свою сторону вернуться. Там, наверное, безопаснее. Хотя уже нашли его два раза на ТОПе. Довольно-таки неприятные там смерти были. Что у Клопы? Клопы 10-й левел. Потихонечку она собирает Аганим. Так, Огр с Арканами. Сейчас к нему здесь начало Глимер Кейпа прилетело. Герокоптер мы уже смотрели. Феникс у нас 11-го левела с Медасом. Сейчас нового у него будет. Пока что очень быстро его яйцо здесь разбивали. Ну, Дизраптор у нас с Арканами и 8-го левела. Так, Дарксир собрал себе тоже Глимер Кейп. С Коврот Мак у нас с двумя нуликами, с ПТ и с Маками. Пока что очень мало у него ХП, один армор всего. В принципе, довольно-таки изи таргет для Кила. Но, тем не менее, держится он очень здесь достойно. И аккуратно особо не фидит. Всего одна смерть. И в семью он в Киллах поучаствовал. Так, Эмбер. Решил себе здесь делать, думаю, Баттлфори. Но потихонечку стал его собирать. Пак пока что, я думаю, на Даггер копит. Так. Нападение, естественно. Клапу пошел разгон от Баратрума, но... Отменил. Так, ультимейт. В Саннике сейчас Дизраптор. Ой-ой-ой, пытается убежать. Спрятался здесь Огр. В это время у нас на миде. Выпрыгнула из ульты Пак Квапа. Ну, Квапу здесь уже отправляют в таверну. Стоит сейчас. Здесь Кинодик Филд от Дизраптора. Пытаются что-то сделать. Ребята из команды Хе-Хе, Феникс. Нового уже нету. Так, ну, вроде как бы откидались потихонечку. Единственное, что... Ой-ой-ой, Даблкил сейчас. Здесь для Пака даже... Даблкил для Пака. Неплохо он раскастовался таки. Ну и вот такая драка у нас получилась. Ребята из команды Фен-Фен довольно-таки неплохо здесь таки подрались. В принципе, наверное, не стоило сейчас вот так вот разделяться Хе и отдавать свое преимущество. Ну, конечно, особой разницы здесь сейчас по Нетворцу между командами нету. Чуть-чуть совсем у нас Фен-Фен опережает, но это такое... Все может еще очень и очень много раз перевернуться. Так, в это время кулдаун от Гирокоптера на Баратрум. Баратрум сейвит Глимеркейпом. Пытается он убежать. Возвращает его вакуумом. Ультимейт от Клопы хороший какой пошел. Очень больно продамажил. Здесь сейчас Дарксир, Дарксир отправился в таверну. Мекку он прожимал уже. Так что Мекки не было. Пак вслед за Дарксиром и пытается здесь сейчас спастись в Баратрум. Ну, нашла его тут Клопа, подошла, скрим дала. И все, минус 3. Неплохо, Даблкил сейчас зарабатывает себе Клопа. С этого всего у него практически появился целый Аганин. Тем не менее, Гирокоптер у нас опять отправился в таверну. Но, в принципе, тем не менее, все равно у него все очень неплохо. 7-3 счета, Нетворца на первом месте. Так, Феникс себе приобрел Юл. Дизраптор пока что у него особо ничего не меняется. Имбер решил пойти у нас в лес, подфармить. Ну, почему у него здесь Баттлфури есть? Так, ПТ себе приобрел Баратрум. Ну, и Чарджица наверх. Ребята из Фуэн Фуэн решили немножко пропушить. Ну, поняли, что нужно им отсюда ретироваться. Очень много Вижена сейчас от Фуэн Фуэн стояла на топе. И куча здесь еще с интерьей понатыкано. Ну, и неплохие обзорвы тоже стоят от ребят из команды Хе-Хе. В принципе, довольно-таки трудно их тут найти. Огр, Огр вместе с Герокоптером. Герокоптер, я думаю, потихонечку себе сейчас здесь делает БКБ. И будет Огр помогать Герокоптеру подфармить. Немного Эншентов. Ну, в принципе, неплохо здесь справляется. Ну, а Огр еще экспульт. Получается всего это. На боте у нас руна Иллюзии лежит. Посмотрим, кто его собирает. Вот так вот, кстати, дизераптер неплохо здесь. Подшутил над Баратрумом. Вернул его на Глимсе. Мол, не горячись, а втынь. И вернулся, вернулся у нас обратно к своим тиммейтам здесь Баратрум. Ну, и ПК у нас просто любитель вышек. Пытался на боссе спушить. Ну, почти у него это получилось. И на миде немножечко. Билл Тауэр. Ну, а ребята, что-то Денайд здесь особо не спешат. Возвращаются сейчас на Глимсе ПК. ПК в Стреал еще там. Ой-ой-ой-ой. Ну, Келлинг-3 у нас сейчас для Квапы. Мы потратили, в принципе, не особо много. Ну, конечно, дизераптер у тиммейта стоял. Ну, и вот сейчас заданаю Квапа, кстати, вышку. Так, Глиммер Кейп, Тарксир. Возвращает его сейчас дизераптер. И опять тот же самый маневр. Ой-ой-ой, какой хороший вакуум сейчас. Тарксир дерется до конца. Еще стеночку успел поставить. Наваливала здесь иллюзия. Уходит Глиммер Кейп, дизераптер. Но это его не спасает. Отправился он все равно в таверну. Пытается ультануть сейчас Баратрум. Два раза, но стан от Огра недавно это сделать. Ну, и отправился у нас в Баратрум тоже отдыхать. Следом за Дарксиром. Такие каленые здесь ребята ходят из Фуэн Фуэн. Особо не торопятся никуда уходить. В принципе, Феникс Транквилы. Огр считает, что 300 хп у него нормально. В принципе, у него еще реген неплохой здесь. И Герокоптер. Что себе здесь Герокоптер несет. БКП. У Герокоптера уже есть. А у Эмбера появляется Бутлфури. Так, Скайверт Паг у нас решил закупиться нуликами. Может быть, ему стоит продать стики. Здесь еще два нулика купить. Будет пять нуликов, один сапог. Ну, так вот. Шуточки за 300 пошли. Ну, да ладно. Кстати, Квапа тоже с Ганимом у нас здесь. Ну, и теперь сможет ультовать намного чаще. И даже подфармить этим самым мультимейтом. Ну, пока что особо не торопится его. Никуда использует 6-5-7 у Квапа счет. Не могу сказать, что прям все супер-супер хорошо. Вначале немножечко было тяжко ей, но реабилитировалась Квапа. Кстати, вот любители у нас Блэйдмейлов. Ребята из ЕУ региона. И у Дарксира появляется здесь Блэйдмейл. Так что, Баратрум, Баратрум. Я думаю, барабаны здесь прикупят. В принципе, барабанов я не вижу. Так, Пак, кстати, с Даггером. Посмотрим, что будет дальше собирать. В Смаках сейчас заходят у нас, ребят, из Фоэнфоэн. Ну, и будут пытаться поймать Пака. Так, ракетка. Поставили сразу туда, в статик-шторм. Ну, и отправляется у нас опять в таверну Пак. Просто Дидераптор его здесь хейтит. По полной программе. Ну, по сути дела, как его еще здесь поймать без Арчида. Так что, приходится вот так вот. Ну, и заходят сейчас ребята из Фоэнфоэн на Рошана. Сразу башку ловят здесь геррокоптер. Ну, в принципе, я думаю, будут его забирать. Посмотрим, будут ли Хе-Хе сейчас что-то делать. И идти в ответ. И пытаться как-то им помешать. Или будут просто пушить дальше вышку. Судя по всему, как раз таки будут этим заниматься. Потому что на Рошана все-таки идти в четвером против пятерых не самая лучшая идея. Очень-очень много вижена сейчас от команды Фоэнфоэн. Поставили еще во вражеском лесу. Поставили еще вот такие вот ворды. И забрали-таки Рошана. Клапа поднимает на Саигис. Ну, и готовы, я думаю, ребята, и с Фоэн дальше драться. Огур покупает у нас гем. Меньше у него будет сейчас, конечно, проблем с вардами, с центрями. Почему бы нет? Да и, конечно же, все-таки Глимер Кейпа. Это зло. И против них нужно всегда сентрии досты. А, гем. Неплохой вариант. К тому же... А, ну хотя... Кстати, если потеряют гем, будет неприятно. Потому что тоже у них здесь есть Глимер Кейпа. Кстати, будет бы Глимер Кейпа 2. Ну, да ладно. Так, Юл, все приобретают пак. Пока что фармить в лесу. А, ребята из Фоэн Фоэн продолжают дальше пушить. Идут все вместе. Так, плотно, кстати, приобрел Феникс. Смотрим. Смотрим дальше, что он будет. Ну, думаешь, Шива прикупит себе. Что у Герокоптера? Герокоптер. Все, ультимейт орб купил. Ну, и посмотрим. Посмотрим, что он теперь здесь будет из этого ультимейт орба варить. Пока что ребята из Фоэн Фоэн продолжают дальше пушировать. Пытаются. Ребята сейчас как-то от них отбиться. Ну, кстати, напоминает мне эту прошлую игру. Только наоборот. Примерно в том же положении были ребята из Фоэн Фоэн. А сейчас они у нас в наступлении. Как-то эта игра у них лучше задалась. Врывается сейчас в пак. Немножечко здесь прохаратили Феникса. Ну, и отходят ребята. Не хотят пока что дальше идти на хайграунд. Решили, наверное, сходить в потоп. В принципе, здесь еще стоит вышка на боте. Ну, и вообще-то целиковый топ. Здесь даже первая вышка не снесена. Ну, кстати, нашли здесь баратрум. Баратрум. А баратрум себе тоже Блэйдмейл будет покупать. Ну, и неприятный, конечно, этот артефакт уже на двух героях. Ну, тем не менее, у гирокоптера есть БКБ, так что ему будет не так с этим Блэйдмейлом страшно. Ну, и не смотрим. Пока что ребята просто формят в свои леса. А хе-хе тоже пошли в свои леса и не торопятся куда-то сейчас идти и драться. Может быть, пойдут сейчас кого-то искать. Нашли сейчас Эмбера. Поставили здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Горит, горит Эмбер. Ну, ушел. Спасся на ремнанте. Купил себе Яшу. Ну, Манта Стелл он себе сделает здесь, чтобы меньше было у него проблем. Все-таки БКБ не хочется, я думаю, ему здесь делать. А Манта Стелл будет не лишним. Ну, и вот так вот пытаются здесь, конечно, найти какой-то таргет, чтобы за ульту Дезраптора его забрать. Ой-ой-ой, Квапа искала жертву себе. Ну, а нашла в итоге брат Рума с Блэйдмейлом, который не такой уж и худенький. Есть у него еще стики. Ой-ой-ой, сейчас Квапа ультанул неплохо. Хороший Санец по четверым от Пака. Ну, Пак ушел. Спасается и ультимейты, кстати, у Пака все еще есть. В это время у нас Дараксир на топе здесь пушит. Купил он себе Гуардиан Грифс и вот копит. Я думаю, это героочек себе соберет. Ну, а на Квапе у нас руна Инвиза. И Фуэн-Фуэн продолжает сейчас пушить, искать какие-то таргеты, чтобы убить кого-то. Ну, и времени зря стараются не терять. А ребята поняли, что в своем лесу им ловить нечего. Ну, и пошли во вражеский. Ну, кстати, пора бы им отсюда ретироваться. Ну, Вижен у них стоит и всю эту контору, которая идет уже по их душе, они видели. Ремнант сейчас вот такой вот стоит у нас у Эмбера. Ну, пока Эмбер у нас не торопится отсюда вообще куда-то уходить. Ну, кстати, телепорт у него сейчас будет в кулдаун. И посмотрим, наверное, куда-нибудь он улетит. Да, спалил он всю контору, то, что сейчас здесь находится очень... Ну, точнее, все сейчас ребята из команды Фуэн-Фуэн находятся. И можно дальше идти, просто по лайнам расходиться и как-то избегать драки. Не хотят сейчас ребята из них драться. Ну, естественно, там у Квапы еще... Все, Аегис уже пропал. Ну, Квапа тоже себе ультимейт-торп купил. Ну, думаю, что здесь нам будет хекс делать. А вот насчет гирокоптера пока все еще не знаю, что он себе там несет. Скади. Скади будет у гирокоптера. Так, и что это? Стоит у нас яйцо. Разгон сейчас у нас идет вогра. Стоит от Дизраптора здесь. Кинедик Фиггл, Сетик Шторм. Ну, вот пахмертный такой. Он тоже в таверне. Ну, тем не менее, забрали у нас Эмбер. Не спас его здесь Манта Стайл. Ну, и пытаются сейчас напасть на Квапу. Сайленс. Кстати, неприятно. Очень здесь Квапе пока что вот она не хочет делать БКБ. Но, тем не менее, есть ее здесь, чем Контр. Все-таки и Скайворот Маг есть. И Пак есть. Да и вообще, мне кажется, БКБ здесь было бы все-таки не лишним. Скади приобрел себе здесь гирокоптер. Вот такой вот у нас уже довольно-таки плотный он стал товарищ. 17-го левела БКБ, барабаны, доминатор и есть у него Скади. Так, пытались здесь подцепить, но не вышло. Шива сейчас полетит уже к Фениксу и будет он еще более бронячим. В это время гирокоптер фармит вражеских Эншинтов. А ребята из Хихи продолжают дальше отвлекать внимание своих противников. И расходятся просто пока что по лайнам, отпушивают. Ну и, тем не менее, так же они растягивают. Сейчас Фуэн-Фуэн вынуждены, ребята, расходиться. Кто на мид отпушить, кто на топ отпушить. Ну, кстати, Пак может сейчас встрять, если его, конечно, здесь найдут. Стоит у нас Вижен от Фуэн-Фуэн и... Так, Пак, Огр... Что это за такой вообще проход мимо? Пак сделал в итоге просто блинкаут и... Мне кажется, Укрн недоволен. А, вот, в итоге... Уй-й-й-й, успел в итоге Дизраптор вернуть его здесь на Глимсе. Но Пак пытается уйти, как может. Правда, телепорта у него уже нет. И Таггер у него в откате, и Улу тоже нет. Поставили здесь Кинетик Филд. Пытается, как здесь, через Шифт и Пак уйти, но... Потихонечку. Нашла его все-таки Клопа. Стоит здесь уже сейчас Кинетик Филд. И просто под вражеский фонтан, мне кажется, сейчас Пак клинкается. Такие чудеса здесь, эмансование. Ну, такие... Феникс не простил, не простил здесь Пак. Но очень много времени сейчас ребята потратили. И с Фуэн-Фуэн, чтобы гоняться и бегать за этим Паком. За это время ребята с Хихеей здесь пропушили практически до второй вышки на боте. И на Миде тоже немножко пропушилась. Ну и решили адефать здесь Фуэн-Фуэн. Столкнулись сейчас они с иллюзиями. От Эмбера, в общем-то, пытаются сейчас Хихеей их развести максимально на телепорты. И отвлечь внимание в это время просто сплитпушить на топ. У нас опять прибежал Баратрум. Рядом с ним, если что, здесь находится Дарксир. Так что будет готов подсоедить своего Баратрума. Что у нас дальше? Появляется по итамам. Посмотрим. А, кстати, реснулся Рошан. Шива и Феникс. Квопа у нас пока что. У него ничего не поменялось. Но 2 800 на руках есть. Дизераптор 12 левела. Тоже у него особо ничего не меняется. Гирокоптер себе стал делать бабочку. Так, Огр, как я уже говорила, ходит с Гемом, Глиммеркейпом и Арканами. Скайвертмаг 11 левела. 3 нулика у него есть. ПТ есть. Эмбер себе Кристалис прикупил. Дейдалус потом будет апгрейдить себе, я думаю. Ну и... Пак. Что же у нас? Пак гонит, судя по всему, он здесь будет себе делать. Такой вот интересный выбор. Накидывает сейчас хороший сайлинг здесь на Феникса. Феникс пытается найти Пака. Выжечь его Санраем. Ну, в итоге Пак делает ТП-аут и не нашли его. Здесь приходил, кстати, Дизераптор. Ну, а в это время ребята из Хе продолжают пушить топ. Так, Папа воюет сейчас с Эмбером. Эмбер уже не такой худенький. Квопе очень больно. Там, кстати, куда у нас герокоптер пошел. Еще был... Ой-ой-ой, неужели, клапа сейчас, блядь, это иллюзия. Успеет ублинкаться. Выжигает здесь Санраем сейчас Братрума Феникс. Ну и опять... Ребята из Хе-хе у нас двое отправляются в таверну. Но, тем не менее... Ой-ой-ой, пришел Пак. Очень-очень плохо сейчас Фениксу. Феникс Шиву активировал. Живет, живет пока что Феникс. Пак не стал драться до конца. Он, кстати, Феникс еще Глимер Кейпом прикрыли. Ну, и нового у него еще была. В общем-то, не стал наездить тратить. А Пак еще что-то дисконнектнулся или вылетел. Так, где пауза, ребята? Нужно поставить паузу. Так, стоп, где пауза? Это что? Рыжанул Пак и тиммейты никак на это не реагируют? Ладно, не будем на это застрять внимание. Может быть, думаешь, что он быстро перезайдет, потому что все-таки он в таверне находится. Да, заходит. Решил просто во время смерти. Я уж подумала, все, короче. Пак психанул за свою смерть. Такую, ну, точнее, три смерти у него такие подряд были нелепые. Вообще, 3-12 счет. Не самым лучшим образом здесь у него получается отыгрывать. Ну, в принципе, все логично. Наверное, у ребят все-таки из Европы здесь компы чуть-чуть посильнее. Да и нервы, наверное, тоже немножко посильнее. Так, пытаются продамажить сейчас гирокоптера. Прилетел сейчас сюда Эмбер. Хороший ультимейт от Пака. Ой-ой-ой, на гирокоптере Сайленс висит. Вакуум сейчас пошел. Еще стеночка, яйцо поставили. Гирокоптер БКБ активировал. Пытается намажить Эмберу. Так, ну, у гирокоптера-то уже бабочка есть. По нему дамаг особо не идет. БКБ закончил. Спрыгнул сейчас здесь. Ой, два блэдмейла. И как же больно сейчас гирокоптеру. Вот дождались, когда у него спадет сейчас БКБ. Пытает Пак выжить. Сайленс провесил он на Огр. Огр форстафнулся и делает БАУТ. Ну, и вакуум уже не помог. Отбились сейчас ребята из команды Хе-Хе. Ну, и тем не менее, малыми жертвами здесь отделались Фуэн-Фуэн, кстати. Папа уже у нас Хексом. Так, Огр. Огр с форстафом, да, кстати. Ну, и Скайверт Мак тоже, наверное, здесь форстаф все будет делать. Так, пока что ничего не изменилось. Будем смотреть. У Баратрума тоже. Ну, и Дарксира тоже. Так, ну что же, довольно-таки сложно все-таки сейчас с Фуэн-Фуэн зайти на Хайграунд. Есть чем хихе откидываться. Ну, и ребята не сдаются продолжать здесь спидпушить. Кстати, прилетел сейчас в Дейдаус у нас с Эмберспириту. Ну, и вот частенько мы видим Эмберов с Травелами, и вот выбор мне ПТ здесь не очень понятен. Может быть, стоило бы сейчас как раз вот эти самые Травела приобрести. А то бывает, просто покупают сразу там, не знаю, барабаны и Травела. Ну, для такого стиля игры, мне кажется, здесь бы это сейчас заехало. Так, ну опять у нас пак в поисках приключений рискует, но не было здесь. Дизраптор, не успел его Огр здесь найти. Но зато нашли Эмбера. Хекс. Стоит здесь скинетик-вилстатик шторм, мультимейт от Клопы, и Эмбер отправляется в Таверну. Не спасла его здесь. Его он доставил, ну и... Сейчас вчетвером у нас ребята из Хехе, посмотрим, что по байбеку здесь у Эмбера. Нет, у него байбек, еще тысячи голды не хватает. Нашли сковородмага, пытается он уйти, Сайлен здесь провешен. Баратрум хотел расчаржиться, сразу, кстати, яйцо поставил, чтобы он наверняка Феникс, вот сейчас он его не пожалел. Ну и поймали там Вьюл, Баратрум, ну в принципе он отошел. Опять, опять нашли Пака. Пак просто в этой игре мастер мансов и пытается бежать всеми силами от погони, как-то спастись. Ой-ой-ой, ракетка все-таки... В общем, клофе надоело здесь бегать, она просто активировала здесь уже свой ультимейт. Ну, ракета бы долетела, все равно до этого Пака, но тем не менее. Забавно. Стенка здесь пошла, кулдан от Герокоптера. Байбекается у нас Дарксир и начинает у нас падать. Бушпанамиде, Пак тоже байбекается, сейчас рестница Эмбер, вакуум, а Тарксир никого не попало, но единственное, что немножечко достал здесь стенкой Дизраптора. Хороший сейчас ультимейт от Пака, отваливается у нас Дизраптор, разорвал у нас еще Феникс здесь связку и отправился тоже в таверну. Форстафф это сейчас здесь окр, Квапа там хиксанула, накричала, отправился у нас опять Эмбер в таверну. И пытается выжить сейчас здесь Баратрум, Глимерке, по-моему, его спасли. Так, сам себя здесь сейчас убивает Герокоптер, рестнулся Скайверотмак и Герокоптер немножечко просел у нас по ХП, нужно ему отойти. Так вот, ребята, в принципе, из Хи-Хи хоть умирают, но тем не менее, отдефают. Потихонечку отдефают, как могут. Ну и вроде пока что у них это получается. Квапа, Гем подобрала, Хаста у нее сейчас в Ботле есть. Что у нас Баратрум. Лутусорг себе купил, вот такой вот итем. В общем, довольно-таки интересный сейчас закуп у Баратрума. Посмотрим, посмотрим, что дальше. Почти с Форстаффом здесь Скайверотмак. Феникс 2800 на руках есть. Дизраптор, дизраптор, у него особо ничего не меняется. Ну, были мерки. Не помню, я говорила или нет. Огр купил себе сейчас Даггер. Стал более мобильным. Не собирает, кстати, заметить себе Огр здесь Аганим. Ну, а Квапа таки приобрела себе БКБ. Ну, Квапы сейчас нету байбэка. Ну, в принципе, возможно, пока что он им не нужен. Ну, чем черт не шутит. Вдруг сделают как-нибудь все ребята удачные в Хе-5. И попробуют как-нибудь в Трон там зайти. И вчера от Фуэн-Фуэн мы такое видели. Там, правда, одной стороны не было противников, но тем не менее. Активно очень Герокоптер здесь ракету пользует. Ну, и идти-то на Вембера. Ну, и не дают сейчас спокойствия ребятам из Хе-хея Фуэн-Фуэн. И единственное, что нету у них сейчас Аегиса. Нету. Ну, кстати, у Герокоптера сейчас Сатаник появился. И не знаю я, чем он сейчас этого Герокоптера убивает. Только если вот Блэйдмейлами и ждать, пока у него БКБ спадет. Ой-ой, неплохо влетел пак. Сейчас Сальница провесила. Сразу сейвит своего Герокоптера Глимеркейпом. Ну, подхиливает здесь Феникс. И очень, и очень активно пытается сейчас Скавердмакту Герокоптера прогнать. Ворвался пак. Сальница провесила. И ушел. Дезераптор пока что не спешит пака ловить. За паком, в принципе, гоняться. Дело такое, но... И Квапа тоже свой хекс не тратит. Опять ворвался пак. И когда они его прощают, мне кажется, очень много раз. Эмбер, падаю иншелл. Пять пак. Да что ж такое-то, когда его уже поймают, наконец-таки. И мне кажется, сейчас ребята из Фэн 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 Loan просто понимают, что тяжко им тяжко вот так вот все-таки заходить на хайграунд. И, наверное, нужно подождать Аегиса. Пытались поймать Пака, не получилось. Дизраптор еще потерял свой ультимейт. Ну и все, я думаю, это заход на Рошана. Ну а вот поняли, что хотят отойти ребята и на развороте пытаются поймать своих противников. Очень и очень хочет. Эмбер у нас кому-то отомстить. Кстати, есть у него здесь блингдаггер и пытаются, пытаются. Бегут сейчас, хотят поймать Герокоптер. Дизраптор сейчас на хосте и... Так вот, вакуум возвращают, стеночку ставят, Дизраптор отправляется в таверну. Еще и Герокоптер отправляется в таверну. И сейчас минус два делают и заходят просто на вражеский хайграунд по топу. Вот так вот технично получилось у Хе добраться со своей базы до вражеского хайграунда. Ну и падает у нас сейчас вышка на топе. Дамажит очень больно здесь Квапе. Квапа накричала. Неплохо продамажена сейчас. Я думала, новую поставит Феникс. Не ставит он почему-то ультимейт. Пожалел, видимо. Вот сейчас успел. Пытаются разбить это яйцо. Кстати, Квапа сейчас без байбэка. И вообще Герокоптер тоже без байбэка. Ну, отбились. Отбились вроде как. Хе вынуждена отойти. Но, тем не менее, вышки одной нету. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Может быть, такие пойдут. Хоть кто-то пойдет на Рошана. Было бы неплохо сейчас его забрать. Там все-таки уже сыр есть. Да, и Егис был бы не лишним. Ну и, конечно, нужно отпушить. Отпушить лайны. Так, ну и идут ли. Пока что нужно беречь голду на байбэк. Потому что это очень неприятная ситуация. Потому что остался сейчас без байбэка Огар. Феникс тоже без байбэка. Ну, по голде, правда. Ну и пошли на Рошана. Хе-хе. Сейчас у них будет Сыра Егис. Кстати, кто будет забирать? Подтягиваются ребята из Фуэн-Фуэн. Поставили такую предупредительную стенку. Стянул хорошо вакуум. Здесь пирокоптер активировал БКБ. Ну и пытаются раскатить у нас ребята из Хе-хе. Вот эти все БКБ кулдауны. И переживают все это дело. Умирают здесь сейчас Скайверт Маг. Ой-ой-ой. Лоту-сорб очень неприятно сейчас висит на Баратруме. Горит сейчас Гер... Ой-ой-ой-ой. Герокоптер один, как лев, воюет. Кстати, сатаника у него уже нет. Пытаются его здесь втроем продамажить ребята из Хе-хе. Ну, не получается. Гонит, гонит. Сейчас его пак еще иллюзия. Герокоптер за ним же еще подблочит его. Врывается Баратрум на чарджи. Вакуум стянули. И умирает. Такий Герокоптер. Минус 4. И сейчас ребята... Кстати, Рошана оставили. Но это минус страна. И нету сейчас байбэков. Вот так вот. Дотерпели ребята из команды Хе-хе. Вроде стояли на базе. А оказалось, что умеют и могут. Просто развели, раскатили на БКБ. Потратили ребята все, что могли. Из команды Фуэн Фуэн. Потратили байбэки. И байбэк сейчас Феникс. Падает у нас Смит. И неужто это ГГ? За сегодняшний вечер у нас останется со счетом 2-0 для команды Хе-хе. Неожиданный поворот событий. Вроде так уверенно. Ребята из Фуэн Фуэн шли. А в итоге... Получается, что... Можно и вот так вот. Практически сидя на базе. Терпя... Выиграть. Так, ну ловит сейчас Эмбера. Хороший ультимейт от пака. Поставил здесь яйцо Феникс. Клопа ультанула неплохо. Очень много дамаги сейчас слила. Еще яйцо. Пока бы было клопа. Но не смогла уйти. И вот так вот. В принципе, лоу ХП. Но чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Очень долго нету гирокоптера. Который умер. И пишут ребята ГГ. Ну что ж, поздравляю. Я команду Хи-Хи вот так вот дотерпели. Дотерпел особенно этот пак, который очень много умирал. Сплитпушил. Ну и поздравляю я. Ребят, ну что же. Скоро будет у нас продолжение. Будут у нас сегодня дальше играть. Сейчас скажу кто. Так. Кто у нас дальше следом? Жи-Эр против Маум должны у нас идти. Ну что ж. Так что далеко не уходите. Не переключайтесь. Будем дальше смотреть сегодня. Еще две игры.